друзья всем привет сегодня видео не совсем обычно сегодня видео про старые ботинки долговечные ботинки хочу показать может быть кто стоит сейчас перед выбором какие себе приобретать ботинки и вот ботинки не новые показываю для чего сейчас я объясню смотрите в первую очередь у меня канал как бы для того чтобы обозревать какие-то полезные штуки дрюки разные начиная там от инструментов заканчивая разным другим барахлом считаю что канал должен нести какую-то пользу людям и постараюсь подсказывать канал у меня не барыжный как я вот люблю выражаться то бишь не продаванский канал где что-то продается а канал такой где для людей где вы можете смотреть наблюдать за обзорами которые вам может быть какую-то пользу принесут и вообще сам канал получается со смыслом ну ладно не будем долго об этом говорить подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и вот вот ботинки смотрите вот такие ботинки долгоживучие не убиваемые ботинки кожаные что у них примечательного то что а повторюсь сейчас они не убиваем и им уже пять лет то лишь сейчас вот уже шестой сезон вот на носу это вот сейчас глубокая осень уже пошли снега слякоть и вот такие ботинки смотрите на их состояние они эксплуатировались бесщадно каждый день вот один ботинок а вот второй ботинок с деформацией как раз вот покажу но когда они новенькие они конечно новенькие шикарные красивые вот и сейчас они тоже не дурно выглядят просто кожа имейте ввиду что кожа она имеет свойство такой деформации даже вот если ухаживать за обуви все равно какая-то деформация происходит но на ноге потом вот когда вы одеваете вот это все это упрямляется это я сейчас приготовил их достал из кладовки как раз вот уже на сезон вот показываю вот эти ботинки вам сейчас я скажу как они называются что это за ботинки показываю вам для того чтобы чтобы вы может быть вы сейчас в youtube заглянули посмотреть какой-нибудь обзор совет про хорошую обувь вот подсказываю есть вот такой вариант не рекламирую ничего просто опять же говорю что люди ищут хорошее что-то и за небольшие деньги ну за средние то есть сейчас цены взлетели сейчас там по 20 по 30 тысяч ботинки цены данные хорошие кожаные там на 15000 там 10000 ботинки стоят а эти ботинки стоят сейчас по моему шесть или семь тысяч я брал их за 5000 я сразу отдал 5000 пять лет назад за эти ботинки почему потому что я знаю что такое хорошая обувь для экстремальной эксплуатации то есть ежедневный городской и полу городской такие ботинки это ботинки от бренда ralph ringer то есть советский ой то есть российский бренд такой вот ralph ringer значит они здесь применили вот такую технологию кожа кожаные полностью да вот с такими вот петлями для шнурков вот такие вот мощные шнурки я сейчас расскажу сначала достоинства а потом вам расскажу про незначительные недостатки этих ботинков так что оставайтесь до конца досмотрите это видео вам будет полезно то есть смотрите про кожу я сказал про петли вот я вот уже говорю вот такие мощные и они не выдираются то есть смотрите сейчас я вам покажу вот здесь вот они вот так вот заклепаны вот все все и вот эти вот заклепаны то есть абсолютно качественно вот тут внутри внутри все кожа язычок кожаный но они на меху на каком меху то есть я не знаю что это за мех это и не мех в общем какой-то бойлок я нашел только такой вариант утепленный но он весь сбился это вот это вот белая вся вот эта пушистость да и она стала гладенькая то есть я я вообще себе искал вот с таким материалом чтобы он полностью был я не знаю как он называется точно но я не нашел такие и вот достаточно меня устроила вот такой вот вариант как бы и тепло и не не потно так скажем да то есть вот такой вот про внутренности вот такое мое мнение вот язычок вот наполовину здесь вот вот этим материалом я не знаю как он называется синтетика какая-то напишите в комментариях как он называется и вот он тоже вот с такой штучкой с белый мех но это не мех опять же повторюсь трекинговые их называют туристические вездеходы так скажем сейчас развернув кажется внутренней части вот так вот они выглядят вот такая подошва смотрите за пять лет подошва вообще вот пятка не стерлась почему потому что я сейчас скажу что здесь почему потому что ральф рингер имеет контракт с вот с производителем вот желтенькая надпись производитель вибрам это технология типа гор текса там вот и вот они с вибрамом в коллаборации то есть вот такие ботинки изготавливают опять же таки что я вам хочу сказать вот эти ботинки они изготавливают я не знаю точно на своем ли производстве или нет но дизайн вот таких ботинок встречается и у разных западных так скажем брендов там опять же тот же гор текс или хай тек там есть вот похоже там разные фирмы производить и вот именно с таким же самым дизайном эко по моему как раз тоже встречались такие ботинки в какой-то их не модельной линейки на какой-то год однажды вот это вот материал вот этот вот это какая-то вообще ну тип как прорезиненная смола она сверху от кожи то есть они вот эти ботинки они не промокаемые но не промокаемых до одного момента когда у вас вода вот только вот здесь влага какая глупость в этих ботинках совершена при всех при всей идеальности ботинок и неубиваемости то что они очень мощные такие вот кстати они выглядят не массивно какая тут глупо смотрите язычок вот здесь смотрите язычок он не кожаный то есть надо было бы сделать им вообще кожаный полностью язычок и вот здесь вот есть мембрана и почему они ее не прошили вот так вот до конца вот я считаю что это глупость потому что если плюхнуться в лужу вот этими ботинками то и вот так она вот уже сюда попадет то все сюда влага попадает при всей их ней водонепроницаемости ну видите какое ограничение получается все равно но в снежную погоду в слякотную погоду то есть вы все равно же лужи обходите и то есть у вас вот максимум будет вот так вот вода сюда забрызгиваться ну заливаться вот так вот естественно вот так вот вы ногой когда зачерпнете но чуть-чуть но если много зачерпнете то конечно же зальется сюда водичка и такой вот косяк 80 процентов вот таких вот ботинок трекинговых разных суперфирм там nike рыбак там adidas и все такое вот такой вот есть момент я видел только полностью зашитые вот тут вот язычок вот тоже кожаный с мембраной чтобы с учетом чтобы вода сюда не заливалась это у дорогих американских ботинок а это как раз вот американский тип обуви это все пришло к нам опять же со зловещей америке ненавистной всеми это все вот так вот у них там все предусматривается ну так производится вот такого плана они вообще фанаты такой обуви и вот у нас тоже они производятся но вот язычок опять же таки не как у американцев вот здесь зажали конечно материала большего на то чтобы они вообще не промокаемые были причем вот сюда они вот эту кожу почему-то не пожалели вот для красоты какой-то да могли бы сюда тоже вот такую вставочку вставить вот такие ботинки имейте ввиду это ральф рингер это не реклама просто можете у них посмотреть там на сайте в магазинах да то есть я к чему говорю к тому чтобы быть кому-то полезным и подсказываю о том что бывают такие вот прикольные ботинки специально не новые показываю специально чтобы вы видели что какое у них состояние за пять сезонов сейчас будет 6 повторяюсь опять и подошва абсолютно не отрезкается то есть можно и она гнущаяся здесь внутри чувствуется есть супинатор железный и ничего не продавливается то есть ну вот это вибрам это конечно мощная компания которая снабжает обувные фабрики вот этим такой вот подошвой такой технологии такие ботинки вот это вот еще раз говорю это смола резина смола вот она закрывает здесь кожу то есть опять же говорю что я лазил в этих ботинках везде там по сугробам по различным там по слякоти по всякой ну доволен как слон вот я до сих пор они так скажем не погибли эти ботинки все на все на месте петли единственное вот об эти петли протираются шнурки вот когда затягиваете шнурки вот это уже второй вариант шнурков это купил немного еще есть я еще пас пока что не заправил вот шнурки протираются смотрите ведь ничего страшного это опять же не за один раз это за много раз и за по-моему за два сезона два сезона менял шнурки на этих ботинках первые родные шнурки тоже износились на первом на первых двух сезонах и вот на втором сезоне вот до нашего так что вот такое видео друзья ставьте свои оценки повторяюсь хочу быть полезным но не рассказывала про некоторые нюансы здесь кстати мягкая пятка но тут чувствуется что какая-то вставка есть вы наверное в поисках сейчас хорошие обуви приличный да вот которая там не военная там не берца таки более-менее там для мирной жизни которая в город можно выйти на у кого автомобиля нет кто постоянно бегает а вот особо берем города вот вышли из дома слякоть пока до метро добежал в метро проехался на следующем на другом конце города выскочил там тоже слякоть лужи и то есть экстремальные уже происходят ситуации когда приходится эксплуатировать свою обувь да и она должна быть крепкая все что вот вы видите в магазинах подешевле на на сайтах это все там и как кожа смотришь на к коже там это все ну фигня я считаю лучше брать конечно кожаную кожаную сто процентов кожаную обувь с хорошей подошвы опять же таки у многих сейчас не очень-то хватает денег тогда на дорогущее что-то и вот вариант в плане средних денег так или минимальных вот такой вариант есть ботинок вот стоит приобрести конечно тут мягкая подушечка с перфорацией ну все друзья спасибо что посмотрели думаю кому-то это полезно видео оказалось всем пока